В начале августа в распоряжении Республиканского центра медицины катастроф поступил вертолет санавиации. Он оборудован так же, как и обычный реанимобиль, но у него есть весомое преимущество. Вертолет может в считанные минуты доставить пострадавших практически из любой точки республики в медучреждение. Нужна только подходящая площадка для посадки. Тему продолжит Марина Караева. Это уже седьмой рейс санитарного вертолета Центра медицины катастроф. В распоряжении Республики он с начала августа. За это время в лечебное учреждение Республики доставил 8 человек, в том числе двоих детей. Сейчас вертолет сел на площадку больницы КБСП. Пациента из Моздока с тяжелыми травмами после ДТП доставили сюда всего за 25 минут. На машине этот путь занял бы больше трех часов. Главное преимущество санитарного вертолета – это скорость доставки больного в больницу. В некоторых случаях, говорят врачи, дорога каждая минута. Например, если бы этого же пациента везли на обычном реанимобиле, путь лежал бы через Кабардино-Балкарию, а это 140 километров. Потеряли бы больше двух часов. Еще один плюс – габариты вертолета. Длина – 15 метров. А диаметр лопасти – 12 метров. Благодаря компактным размерам сесть он может на площадку размером 30 на 30. Каждый ЦРБ имеет такую возможность. Поэтому до конца 2020 года должны они это все дело привести в порядок, поставить эти площадки. А что касается РКБ, там изначально планировалось сделать добротную площадку. Поэтому в этом направлении Минздрав работает совместно с правительством. Надеемся, что это все будет в скорейшем будущем. В воздухе за состоянием пациента непрерывно следит бригада медиков. На борту всегда два врача. В помощь им – самое современное медоборудование. Внутри вертолета пациент чувствует себя спокойно. На борту есть все самое необходимое. Это монитор, который следит за пульсом и давлением. А это аппарат для искусственной вентиляции легких. Все, как и в обычном реанимобиле. Контролировать состояние пациента несложно, говорят медики. Кардиограмма, давление, сатурация кислорода в крови. Эти показатели у нас непрерывны. Если нам что-то нужно делать во время полета, мы это все делаем. То есть лечение он продолжает получать во время полета. На вертолете санавиации, как правило, перевозят тяжелых больных из труднодоступных районов республики. Или же пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни. Вызов поступает в диспетчерскую службу Центра медицины катастроф. По правилам, диспетчер отправляет заявку в Москву, чтобы получить разрешение на использование воздушного пространства. После того, как поступает вызов из медицинской организации на медицинскую эвакуацию, дежурный фельдшер, значит, первоначально все данные передает в Москву оперативному дежурному. Значит, по телефону пока передается дата вылета, маршрут полета, пункты посадок полета и количественный состав нашей бригады. Заявку подтверждают по электронной почте в течение 15 минут. Уже известно время вылета, маршрут, место посадки данные медработников. К работе санавиация бывает готова в течение часа. Вертолет ждет на площадке ДОСА в Гизеле. Перед вылетом обязательный инструктаж для медработников. Санитарный вертолет Республики предоставляет авиакомпания «Русские вертолетные системы». Она выиграла тендер в рамках федеральной программы развития санитарной авиации. Эта же компания отвечает за обслуживание. Как показывает практика, санавиация незаменима в таких регионах, как Кавказ, где сложные географические и климатические условия осложняют эвакуацию, а иногда и плановую транспортировку пациентов наземным способом. Марина Караевах, это Гопоев Аслан Тебев. Новости Осетии.